привет меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции сегодня видео мы с вами увидим ответы интересного человека которая переехала сюда три года назад как вы поняли эта девушка которая живет в анталии и занимается очень интересным делом ну помимо того что она мама она еще занимается шоу-бизнесом а именно съемками она продюсер режиссер и много еще чем занимается в съемочном процессе я с ней познакомился на съемках сегодня мы вместе с вами увидим ответы на очень многие вопросы которые вы мне задавали но зададим мы эти вопросы катерине впрочем все попозже представьте откуда ты приехала в турцию здравствуйте всем меня зовут катя берс я приехала из киева из украины сколько лет ты в турции в общем я пять лет постоянно проживают три года ты сразу переехала в анталию сначала анталия потом стамбул потом обратно анталии в анталии я буду живу уже три года дети больше нравится жить в турции больше всего нравится мне жить конечно же здесь в анталии где я села в конечном итоге у остальных городов очень красивые очень аутентичные стамбул из мир не эти города очень нравится самое любимое место в турции хитхия хитхия действительно настолько красивый настолько яркий город по-своему уютный в то же время немного тусовочный немножко туристический на при этом оставляет свою какую-то аутентичность вот хеда как ты оказалась в турции а у меня интересная история у меня была очень сильно прям сильная депрессия и мне нужно было поменять картинку какие-то декорации вокруг себя я приехала в турцию чего не получилось на первом этапе работа работать у меня не получилось по большому счету я уехала домой на турции на себя осталось моим сердце я приехала на следующий сезон а потом я встретила своего мужа я вышла здесь замуж родила дочку вот мы и остались здесь жить твоей дочери здесь нравится очень настоящая как мне мама говорит турчиля турчанка турчанка она не любит холод не любит снег она не любит все все напоминает и страны снг она у меня теплолюбивая турчиля чем ты здесь занимаешься я занимаюсь сейчас вот в анталии конкретно я занимаюсь организацией фильмов и различных массовых мероприятий ты занималась этим в украине в украине я работала на одном канале вторым режиссером какова специфика твоей работы в турции моим бизнесом заниматься очень сложно по той пристой причине что здесь немного другой менталитет здесь пунктуальности настолько важно как мне она важна люди умели менее ответственно относятся к каким-то своим словам и обещаниям это довольно сложный бизнес для турции особенно допустим если один съемочный день это может доходить до 100 тысяч долларов один съемочный день и если какая-то мелочь деталь будет отсутствовать или кто-то не приедет а то не окажет необходимый сервис этот день может сорваться то есть таким образом теряется вот эти вот заявленные деньги мы познакомились на съемках фильма где его можно посмотреть фильм сейчас находится на стадии монтажа и обработки после этого он подаваться на многие фестивали частности также на золотой апельсин который проходит здесь в анталии в этом году мы не успели на следующий году мы надеюсь мы увидим на увидимся на этом фестивале с вами конкретно вас тоже приглашаю на следующем году так что и надеюсь это будет европейский фестиваль на сейчас просто рассматриваются только заявки потому мы сможем ответить на вопрос немножко позже расскажи о фильме рабочее название фильма мы никогда не заблудимся вместе настоящее название по которому люди потом узнают этот фильм будет другое пройдут несколько ночей в обдумывании вы этого названия мы пока вот так пока по тегу мы никогда не заблудимся вместе его режиссер евгений кошин он известен своим пока что видео телеработами он занимался съемками орел и решка всеми на известной передаче в его архиве еще несколько короткометражек название честно говоря не подскажу сейчас это его нужно конкретно спрашивать фильм который сейчас снял лажение про девушку и парня которые познакомились здесь в анталии случайно и провели здесь сутки то есть они остались без денег без мобильной связи без каких-либо связи с внешним миром без интернета а не зная язык и не знаю ничего абсолютно они пытаются найти интернет и попасть домой вот эта история знакомства девушки и парня и такого вот провождение времени здесь вместе в абсолютно не знаю друг друга приходится притираться выруху привыкать как-то находить компромиссы не выпадают какие-то истории приключения здесь ищут пути выхода из этих историй ну видите это вот интересно также фильм очень интересен по цветовому решению у нас режиссер даже подбирал одежду героев чтобы она подходила по брусчатке по которой они будут гулять в кадре красиво почему выбрали для съемок анталию он несколько раз менял локации он хотел сначала снимать в анталии потом решил снимать из мире потом снова решил вернуться в анталию были в идее о том чтобы это снималось вообще каких-то других странах по моему или марокко что-то говорю о том каких-то восточных странах в конечном итоге вот мы решили сошлись на анталии все-таки анталия на самая такая колоритная по по цвету и и по локациям она реально красивая часто ли турцию выбирают для съемок довольно часто в последнее время все довольно чаще и чаще по многим причинам турция напоминает южный берег крыма многие сейчас основываясь на это выбирают именно турцию так как это море это солнце это те же горы леса по этим причинам во вторых здесь сейчас больше сервис лучше чем в том же на том же юр на южном берегу крыма но опять же из-за природы в анталии очень красивые старый город по архитектуре по своему по колористике это те именно из-за этих мест режиссеры чаще всего выбирают эти локации как можно принять участие съемках или пройти кастинг своя первых кто будет находить эту работу если местный какой турок он знает уже когда обращаться это рекламное агентство это актерские агентства сейчас в турции именно в анталии очень много театра театральных кружков которые приглашают к себе работать и таким же образом предлагают как услуги агентства часто ли русскоязычные актеры участвуют в съемках я конечно следить не могу но да да у меня даже брат когда-то здесь снимался массовки на коне для какого-то фильма ну это был турист это был турецкий фильм правда но наши граждане до часто чем в наших сообществах из обычных тоже часто происходят такие объявления что ищет массовку именно славянской национальности славянского вида до часто сколько зарабатывают актеры массовка опять же зависимости от говорили есть какая-то массовка общего плана есть массовка первого плана общего плана начиная от 30 лир массовка первого плана 50 лир 100 лир может быть если конкретно там есть какие-то слова эпизодники 150 200 второстепенные роли это уже зависимости от насколько артист известен в турции ну наверное 500 лир за съемочный день можем говорить про артистом второго плана звезд конкретно гонорары обсуждает продюсерами разрешены ли съемки с дроном а для того чтобы снимать в турции с дроном нужно получить соответствующее разрешение сначала мы обращаемся сейчас вспомню называется министерство культуры и туризма города в котором вы собираетесь снимать они дают вам разрешение вообще на съемку городе потом вы обращаетесь есть подразделение куда вам нужно обратиться с разрешением о съемке с дроном вот комиссия проверяет по вашим локациям нет ли там каких-то стратегических объектов если ничего там не находит чего-то прям сверх важного тогда выдает разрешение тогда можно будет уже снимать как турки относятся к тому что они попадают в кадр вот турки обожают плане ищи славно о том что конечно же они любят любой момент съемками когда не попадают в кадр они начинают безумно радоваться они пытаются проявить все свои актерские способности которые там могут быть рассказывать о том что бабушка когда -то водила меня в театральную группу когда-то я там играл на клаксоне трубе у нас турки это отдельный контингент они прекрасно просто сами не настолько непосредственные в своем проявлении они очень эти благодарная такая публика которым так сказать давайте ребята снимаемся не сразу же набегается куда куда давайте мы бы здесь все потом будем рассказывать тете фатме когда-нибудь что вот я там в том-то фильме снимался и на каждом фестивале будут чтобы за фестивале будет меня показывать соберутся семью телевизора они благодарны на разу плане любят ли турки смотреть сериалы от турок естественно первым образом первую первую очередь это сериалы каждая турецкая женщина смотрит сериал обязательно это собираются семьи собираются соседи приносятся семечки по плаче там какие-то а чему делается чай садится вся семья за телевизором и смотрится очередное например как я факел ему вот вчера мы как раз наблюдала такая история сериал есть которые я не знаю чем все они смотрят какие русскоязычные сериалы и фильмы туркам полюбились но опять же они консервативные не только в идее но их посмотри фильмом видео прочего контента насколько я знаю один раз я слышала только от моей подруги турчанки это была свадьба в малиновке вот это им прям понравилось что посмотрели больше честно говоря ничего не слышала вот из новых фильмов нет они вообще не знают русскоязычный контент и старых да вот а еще 12 лев тоже он чит по комедиям наверно больше какие русскоязычные артисты популярны в турции подругой в машине и она ставит какую-то русскую песню какого-то рэпера честно переведи мне переведи что он близкой даже не понимаю рэп они любят рэп и пасы и что-то танцевальное вот по типу л джея кто там еще есть фарук файк федук по моему что-то такое вот что-то вот новомодное танцевальное и рэп естественно что тебе не нравится в турции мне больше всего турность турция не нравится естественно не пунктуальности и не ответственность вот это то что больше всего мешает моей работе и делает не мог массу проблем но остальное твоим друзьям нравится здесь друзья конечно же очень любит образом опять же я показываю сюда есть на самой лучшей стороны конечно не обожают этот климат они обижают эту природу они обожают эту кухню которую ресторанную кухню турецкую естественно да они любят турцию опять же они живет только я одну сторону что посоветуешь тем кто хочет переехать в турцию первую очередь определиться с местностью где вы собираетесь проживать от этого зависит как вы будете здесь проживать каких условиях потому что если где-то на востоке турции вы вряд ли найдете соответственно отечественника если это анталия опять же у нас здесь много таких очень много здесь вам запросто можно будет найти друзей по своему укладу как вы любите во вторых естественно скопить денежек потому что не факт что вы найдете сразу же хорошую работу в третьих выучить язык потому что масса вещей которые вам пригодятся в жизни зависит от языка начиная от того как поторговаться потому что все-таки туркоязычным больше держу могут сделать скидку чем русскоговорящими не говорящим по-турецки так и вообще просто в жизни для какого-то удобства все-таки необходим язык что ты пожелаешь моим зрителям ребята счастья вам удачи фарта побольше таких вот солнечных приятных денечков улыбок вам много добра и любви естественно спасибо что досмотрел этот выпуск напоминаю что у меня есть каталог недвижимости туда я выкладываю актуальные предложения по очень интересным объектом так что обращайтесь но все остальное вы знаете нужно ставить лайки жать на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых видосов ну и естественно оставлять комментарии чтобы я знал что вам понравилось а что не очень носим все спасибо еще раз большое всем за участие спасибо михаилу спасибо диме спасибо анжеле юли катерами всем большое спасибо кто помогал мне делать этот выпуск и тебе да да тебе за то что досмотрел дин дон дэйма саляма и долги легли ну и наконец просто чо друзья пока да может можно смотреть ответы я тоже так было я хотел по новомодному да окей